Чё, опять опухло, да? Ну всё, сезон начинается опять у Ксюши комариных укусов. Маргарита здесь сидит и тестирует на слаймах. А этот, который разлился, да? Как здесь всё пахнет. Уже долгожданная, мы её ждали, потому что нам как раз нужно делать новый листок. Да. Свитшотики мы будем уже больше делать. Да. Привет! Что-то тут, смотри, разлилось. О, нет! Полиция крутит дверь, а то у нас сейчас ходит. Это ваниль. Это ванилька разлилась. Всем привет! Привет. Привет, ребят. Да. Мама, я сегодня в школе выиграла Ментас. Ну что ты делала, что ты выиграла Ментас? Ну, такая штука. Как делишки? Время. Как в школе дела? Я арбуз тебе еду. Спасибо. К нам приехали ароматизаторы. Один разлился. Ножнички принеси, пожалуйста. Так, ну что, посмотрим, что у нас тут разлилось. Это с ман? Камни-бэрс. Желейные мишки. Желейные мишки? Камни-бэрс. Здесь у нас банана-нот-бэрс. Куки-дол. Вот это надо помыть. Это тоже надо протереть. Это морковный пирог. Это морковный пирог? Да ладно. Запах морковного пирога. Дульс и величие. Какое-то сладкое молоко, не знаю. Ваниль. Угу. Какая-то ваниль. Вот это надо вытереть. Оно открылось вот здесь, видимо. Ну вот, все наши бутылечки. Что, опять опухло, да? Ну все, сезон начинается опять у Ксюши комариных укусов. И мы спасаемся только содой. Вот так вот размыкаю. Прикладываю. А где эта желтая штука? Желтая. Какая желтая? Маргарита, когда у нее нога была, перевязана. Не знаю. В машине, наверное. Маня. Вот. Вот у нее был укус. Смотрите, какой у нее остался шрам. Это даже еще не прошло. Она к врачу ходила. Это вот когда в субботу мы снимали челлендж. Хотели показать врачу, но так и не попала она. Там очередь была сильно большая. В общем, вот такая вот у нее была аллергия. Ну вот такая вот у нее реакция на комариков. Да? Не знаю. Нас никого так не кусает, кроме Ксюши. Да? Последняя неделька, ребят, у нас. И каникулы у Левчонок. Ну не очень много. Ну не очень много. Полтора месяца? Шесть недель. Ну. Полтора месяца. Что вы тут делаете? Кики. Мы вчера балкон убирали целый день. Убирали клетку. Здесь все вычищали. Все так было. Она опять. Да, игрушки, в общем, сюда перенесли, чтобы детки играли, пока тепло, пока лето. Постелили вот этот вот коврик. Да. И теперь Каролина с Максом здесь играют. Детская у них здесь комната. Кики. А, Кики. Смотри, глаз как уходит. И здесь теперь будем играть. Просторненько теперь у нас. Кстати, вчера у нас, ребят, не получилось поехать посмотреть, навестить наших кроликов. Вчера неприемный был день, воскресенье. В общем, сегодня, если получится, если папа успеет, до скольки там открыто? До пяти? Да? До пяти? До пяти вроде. Папа сказал, до пяти часов можно туда приезжать и навещать. Если сегодня успеет, ну, купим по пути. Если папа успеет с работы, он работает до четырех. Не знаю, в общем. Ну, в общем, ребят, как мы к ним... Да, как мы к ним поедем, мы сразу снимем влог. Обязательно вам покажем. Сегодня, не знаю, получится или нет. Папа постарается успеть. Ладно, я пойду кушать, готовить. Девчонкам в школу. Вот что-то распробовала, все запахи. Маргарита здесь сидит и тестирует. На слаймах. А этот, который разлился, да? Как здесь все пахнет. Аж такой стоит запах. Смешанный всего. Этот сыр, что ли? Да. По-моему, этот сыр с попкорном. Попкорн с сыром, то есть. Этот прикольненький. Вот этот тоже ничего. Знаешь, какой мне нравится? Ну, они, конечно, не такие, которые у нас раньше были, но которые у нас... Мне это больше нравится. Кофе? Это папе надо сделать. Да. Раньше мы купили... Раньше у нас были ароматизаторы другой марки. Но сейчас я уже такие не могу найти. Они уже не продают. Уже я пыталась купить у них снова, но, видимо, закончились. Поэтому мне те очень тоже нравились. Да, вкусненько сладенький такой запах. Не был. Вот этот, по-моему, да, сыром пахнет? Нет. Нет? Ты что, у меня сразу коробку принесла? Да, все маленькие и большие. Это больше нет маленьких? Нет, это последние. Это последние маленькие? А это еще большие. О, май гад. Очень внизу маленькие больше нету. Они уже заканчиваются. Больших есть очень много, но мы не все большие взяли. В этот раз я заказала другие контейнеры совсем. Совсем другие. Попробовать. Они полностью прозрачные и крышечка прозрачная, как ведерко. Видела такие ведерки маленькие? Ну вот я заказала такие. Все, приятного аппетита. Спасибо. У вас еще есть время, 10-15 минут. Так что... Кушайте спокойно. Кушай, королин. Давай ешь. Давай. Теперь стол пахнет ароматизаторами. Чувствуешь? Нет. Я чувствую, стол пропах. Пропитался. Ну-ка, смотри на меня. Ребят, смотрите, у него рожки выросли. У тебя рожки выросли, Макс. Рожки выросли у тебя. Как у чертика. Ну-ка, посмотри сюда. Макс. Макс. Правда. С рожками, Макс. Кушай лапшичку. Мы уже вторую неделю собираемся в Германию поехать. Или третью неделю. Не знаю, какую неделю собираемся. В общем, да, на прошлой неделе собирались. Такая жара была. Вторую неделю. Да. Такая жара была. В общем, перенесли мы на эту неделю, на субботу-воскресенье. Потому что немножечко температура спадет. До 27, где-то так, 25-27. И мы, в общем, поедем в Германию в субботу-воскресенье в это. Потому что в прошлые выходные это вообще, это что-то было. Очень жарко. Очень жарко. Сейчас вот чувствуется, немножко ветерок дует, да? Хорошо, на улице прохладненько. Когда мы домой слить, вчера ходим. Так вы когда будете снимать 24 часа на балконе? Вчера хотели, не получилось. Балкон почистили, помыли. Теперь можете там спать. Нет? На матрасах. Комарики. Комарики. Все, пошли. До скольки? Три. Всегда теперь эту неделю всегда тоже. До трех? А у Маргариты тоже до трех? Да, у всех. Ну, у этой группы, которая сегодня, у одной группы до четырех. Потому что сначала у нас сейчас группа А, потом в два придет группа Д. А что вы одинаково не одеваетесь? Главное, купили одинаковую одежду и идут в разный. Я не знаю, как я дурная делала. Ага. Ну все, давайте, пока. Пока. Пока, пока. Ребята, у нас сегодня еще одна посылочка. Тоже долгожданная. Мы ее ждали. Потому что нам как раз нужно делать новый листок. Да. Мы заказали шарминки. Смотрите, это вот такие вот бутылочки с молоком. Здесь вот есть шоколадная, розовая, голубая. Бутылка лимонада. Ой, Каролинечка упала этот пульт. Это бутылки с лимонадом. Тонфетки. Мам. Да. Вау, ананасы даже есть. Я хочу ананас. А, вот шоколадки. А сколько здесь штук? Уникор мороженая. Что-то так мало. Я вроде много заказывала шоколадок. Это мороженое. Да, это юникор мороженое. Тонфетки. Тонфетки. 90 штук. Странно, почему 90, если я больше брала. Здесь почему-то 110. Странно, я вообще-то писала по 100 штук. Тут вообще явно не 100 штук. Здесь, по-моему, штук 200 русалочки. И вот эти вот тоже, наверное... А нет, здесь 100 штук, наверное. А здесь вот такие вот ракушечки с жемчугом. Ну, в общем... Вот это вот, конечно, очень странно, потому что не похоже, что здесь 100. 100 штук. А может быть и 100. Мама, дольфи. В общем... Мама, дольфи. Да. Дорожки. Донатцы. Нужно какой-то слайм придумать. Очень красивые. Ну что, значит, будем... В ближайшие дни мы будем придумывать новый ресток. Девушки будут делать новые слаймы. Ананасики. Конфетки. Вообще, первый раз мы делаем свою одежду. И... Вот так вот получилось. Такие вот только два размера заказали, да. Свитшотики мы будем уже больше делать. Ребят, качество очень хорошие ткани. Вот на самом деле, первый раз видим такую ткань. Никогда не сталкивались, никогда не покупали одежду такой ткани. Здесь вискоза, полистер и эластин. Она очень хорошо тянется. Она вообще очень мягкая. Ты, когда надеваешь эту футболку, ты просто не чувствуешь, что ты в футболке. Потому что она настолько мягкая. Качество очень хорошее. Поэтому она и стоит, конечно же, не дешево. Такие футболочки, они дешево стоить никак не могут. Потому что качество очень хорошее. И прошито очень хорошо. И, в общем, очень-очень все. Мы ее и стирали, да? Да. Мы стирали эти футболки, мы носили эти футболки. Сушили там, не знаю, что только они делали. По несколько раз даже стирали. Ничего с ней не случается. Катышки не появляются. Она не скатывается. Она не деформируется. Класс не слезает. Не слезает вот это вот. Да, самое главное. И почти, практически гладить не надо. Вот я, например, сколько раз девчонкам футболки эти гладила и стирала. Сколько раз я уже стирала эти футболки девчонкам, я ни разу их не гладила. Потому что ты вытаскиваешь с машинки стиральной, ты ее складываешь, не знаю, вешаешь. И все, она вообще почти не мятая, не мнется. Поэтому, ребят, за качество отвечаем. Качество очень хорошее. Мы сами довольны, сами не ожидали, конечно. Мы сначала хотели хлопок брать. Взяли хлопок на пробу. Взяли вот это вот хлопок и хлопок с полиэстер. Вообще ужасный хлопок полиэстер был. Хлопок стопроцентный. Ну, как сказать, после стирки, знаете, даже случается, что с этим, с хлопком. И катышки появляются. И, в общем, после двух-трех стирок уже футболка, как будто бы, там, не знаю, год ее, два носишь. И мы остановились на вот этой. Я обожаю эту губку. Красивая. Они очень мягенькие. Уже нужно думать, какие свитшоты делать. И свитшот, вообще, он должен быть свободненький. У меня есть свитшоты. Угу. Они свободные. Давайте будем собираться спать, наверное, уже, да? Вы с этих футболок вообще не вылазите. Абсолютно, ребята. Они носят их и в школу, и, не знаю, и на улицу, и дома. И спят в них. Все, влюбились. Влюбились в футболки. Все, пока, ребятки. Спокойной ночи. Мы будем спать. Давайте завтра в школу, девочки. Пока-пока. Пока. Пока. Закрывай. А теперь ты спать. Давай быстрее. Давай быстрее.